Здравствуйте! Около 500 функций задачи выполняет наша печень. Печень это очень сильный орган. Она работает даже будучи разрушенной на 70%. Люди убивают свою печень неправильным питанием и образом жизни буквально каждый день. Так что порой она просто не успевает регенерировать за скоростью разрушения. Печень не является хранилищем для токсинов. Если только она не жирная, тогда да. А вот желчный пузырь является. Желочь же вырабатывается печенью. И это вещество необходимо не только для расщепления жиров, но еще это и моющее средство, а также средство удаляющее токсичные вещества по общему желчному протоку из печени и желчного пузыря. Здоровая печень это основа и залог долголетия и здоровой жизни человека. Ну а сегодня о продуктах полезных для печени и конечно тем самым всего организма. Ну во-первых это чеснок. Чеснок это и детоксикация печени, это природная антибиотика, антисептик, в какой-то мере антиоксидант. Это и противовирусные и противобактериальные средства. И так ешьте чеснок обязательно. Добавляйте чеснок в салаты, особенно с любым жиром, например с маслами. Ну в тот же салат или с авокадо. Чеснок сильнейшее желчегонное средство. Да, только ешьте российский чеснок местный, но не китайский. Второе. Травы. Некоторые дикоросы, о них речь. Например, бессмертник. Номер один польза для печени. Напары, отвары, чаи с бессмертником, курсами для печени хороши. Вообще все, что имеет соцветие желтого цвета полезно для печени. Ну а также такие травы, как пырей, мокрица, спорожь, листья дуванчиков, безусловно полезно и сезонно. В виде зелени в салаты кидайте эти дикоросы. Кстати, видео о этих 5 видах трав у меня есть на канале. Тоже ссылки оставлю под этим видео. Далее. Как бы кому-то странным не показалось, но жиры, в том числе масла, при отсутствии, внимание, самое главное условие. При отсутствии сахаров в питании, быстрых углеводов, глюкозы, фруктозы, очень важны и полезны для печени. Тогда организм переходит в плане получения энергии клетками с процесса гликолиза, то есть расщепления сахаров, на кетос, расщепления жиров. Более того, потребляя жиры, перейдя на кето питание, толстый человек теряет жировую массу, то есть худеет. Потому что в том числе и его запасы жира в организме излишние тоже начинают перерабатываться в энергию. Очень полезны для печени авокадо, масло авокадо, оливковое масло, но только, разумеется, первого холодного отжима и не окисленное. Его можно до одной столовой ложки в день в те же салаты добавлять, например. Полезные яичные желтки. Вообще чистых жиров в природе мало. Это авокадо, это яичные желтки, это растительные масла и животные жиры. Особо хочу подчеркнуть важность для печени омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно ЭПК и ДГК. Эти жирные кислоты мало где содержатся, но в яичных желтках содержатся. А также для печени очень важен витамин Д3, но только не синтетический, а натуральный. Самая лучшая комбинация того, что я назвал, это вот это масло, так называемое 4 в 1, где и омега-3, и витамин К2, который удерживает кальций в кости, и витамин Д3, который попал в это масло путем экстракции из лишайника, такие симбиотические организмы гриба и водоросли. То есть этот продукт подойдет для любого человека, тем более, что еще раз подчеркну, витамин Д3 не синтетического происхождения, абсолютно натурального. Ссылку на это масло, разумеется, оставлю. Ну а кому этот вариант неприемлем, тогда классический рыбий жир, ну кроме тех людей, для кого это этически неприемлемо. Следующий продукт, уникальный и очень важный для печени, это куркума с ее главным действующим веществом, пигментом куркумином. Это, конечно же, сильнейшее противовоспалительное средство, работает оно в разы сильнее с черным перцем, непременно мое видео о куркуме посмотрите. Более того, куркума восстанавливает работу митохондрии, тем самым улучшая работу печени в первую очередь, так как убирает воспаление в этом органе. Кстати, она тоже желтоватого рыжего такого цвета, да? Но куркума куркуме рознь. Лучшая индийская куркума содержит максимум до полутора процентов пигмента куркумина, тогда как вот эта куркума. Из одной провинции Камбоджи содержит до 10,5% содержания куркумина, а также особо активный на этих почвах, вероятно, какие-то уникальные агроклиматические условия в этом районе конкретном. Черный перец, самый богатый эфирными маслами, произрастает тоже вот в этой маленькой провинции Камбоджи, откуда и поставляются данные два продукта. Но для ленивых людей есть жидкая куркума с черным перцем, то есть уже готовая к применению. Пожалуйста, как вариант, тоже может быть. Ссылки оставлю. Далее. Расторопши, конечно же, самое сильное гепатопротекторное средство. То есть восстанавливающие клетки печени гепатоциты, это, конечно, семена расторопши. Много раз я об этом говорил во многих своих видео. Сейчас повторять не буду, лишь скажу главное, что можно брать семена, размалывать в кофемолке на текущий день, не на неделе вперед, потому что окисление будет, а вот на сегодняшний день. И начать курс так, от чайной ложечки, два-три раза в день, либо до еды минут за 40-50-60, либо после, тогда где-то через 40-50-60. Запивая стаканом теплой воды, применять это средство постепенно увеличивает до столовой ложки три раза в день. Но применение должно быть длительным, от полугода и более. Очень полезны для печени все кристоцветные. Это разные виды капусты, особенно брокколи. Это редька, рукола и так далее. Причем, чем горче эти продукты, тем полезнее это для печени. Эти продукты содержат вещество сульфорофан, которое снижает, снимает воспаление, в первую очередь, в печени. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то, по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Очень полезны проростки брокколи. Я советую брать семена, проращивать, срезать вот эту микрозелень, вершки, и есть грамм до 30-40 в день в течение дня, кидать зеленые коктейли, в салаты, в смузи, в прикуску, как хотите. Подробно я об этом рассказываю в своем видео про брокколи. Ну а семена, спросите вы, мы продаем их тоже, причем не на граммы, иначе бы они вышли более чем золотыми, а на килограммы специально нашли поставщика, пока вот есть у нас. Как раз люди и берут для проращивания у нас, в том числе вот семена брокколи. Но можно заменить на семена горчицы. Тоже вариант, хотя хуже. Ешьте больше зелени. Еще раз подчеркну, особенно горьковатый на вкус, типа руккола. Зелень гикоросов тоже великолепна. Сезонно крапива, сныть, лебеда, лопух. Кстати, если захотите, есть у нас порошки вакуумной сушки вот этих дикоросов. Да, то кто-то может не поймет, я имею ввиду на нашем сайте надгард.ру, можно купить эти уникальные травы и все то, о чем я говорю. Очень важно подчеркнуть, вещество сульфрафан разрушается при высоких температурах, то есть при термообработке. Поэтому овощи, хотя на пару многие готовят, но количество полезных веществ при этом в них снижается очень сильно. Например, витамин С разрушается полностью, сульфрафан почти полностью. Многие антиоксиданты разрушаются. Сам плод брокколи можно, конечно, слегка на пару отварить, но до полухрустящего состояния тогда, по крайней мере, процентов 20-30 этих веществ останется. Но можно есть и сырым, прекрасно, вкусно. Моя семья, например, брокколи в сыром виде добавляет салаты. Хочу отдельно подчеркнуть вещество дегидрокварцетин. Мощный антиоксидант, очень важный и полезный для печени. Еще один, это Т8-экстра, содержит такие полипринолы. Тоже антиоксиданты другого рода, они совместимы друг с другом и даже усиливают обоюдное действие. Но просто по времени их надо разнести минут на 10-20 между собой по приему. Обязательно ешьте квашеную капусту, очень она полезна. Вообще ферментированные продукты клетчатки очень полезны. Ну, квашеная капуста, это номер один. Только сахар и другие подсластители туда не добавляйте. Теперь про высшие базидеальные грибы. Самое сильное средство для печени, вообще номер один, это трутовик лиственничный. Страшная горечь, поэтому его применяют в капсулах в виде препарата трутовик лиственничный. Еще один гриб, это лисичка. Ну, имеются в виду ее действующие вещества, например, вещество хиномоноза. Так вот, и лисичка, и трутовик лиственничный входят в антипаразитарную программу. Я вот много лет твержу. Люди, проходите два раза в год антипаразитарную программу. Все без исключения, потому что паразиты есть у всех. Вопрос, какие виды, в каких местах они дислоцированы в организме, сколько их по количеству и так далее. Но у всех они есть, потому что и правила гигиены люди практически не соблюдают, и заразиться довольно-таки легко. А вред приносит организму они колоссальный. И печени, кстати, и поджелудочной железе, и так далее. Значит, разумно, логично применять этот набор, программу, в том числе и потому, что два из трех компонентов главных, входящих в состав набора, это мощные гепатопротекторные средства. Они укрепляют и регенерируют печень. Еще один полезный продукт, это свекла. Но помните, данный корнеплод содержит много сахара. Это надо учитывать. Потому в этот день, особенно тем, кто на кето-питании, остальные продукты особо надо высчитать, чтобы не было превышения общего количества сахара, потребляемого со всеми продуктами за этот день, не более 25 грамм. Не должно быть более 25 грамм сахара в день. Потому учтите просто этот момент. А так свекла, безусловно, полезна. Ну что ж, основные, главные продукты для детоксикации печени, для ее регенерации, для укрепления печени, очищение я назвал. Но хочу вам подчеркнуть еще несколько очень важных моментов. Во-первых, лечебное очищение и голодание организма. Вот это видео, которое вышло у меня недавно на канале, посмотрите непременно. И эта процедура не только важна для очищения кишечника, не только снимает высокую температуру буквально за час, а значит как раз и воспалительные процессы в организме, да? Потому что высокая температура – это показатель интоксикации. Это нарушение работы митохондрии в данный момент. Так вот, эта процедура еще очень полезна для печени, как и кратковременные голодания. Пару слов о соде. Применяйте химически чистую соду. Потребляйте совсем немного, буквально одну треть чайной ложки, не надо больше. Один раз в день, скажем утром, на стакан воды развести в воде с температурой 45-50 градусов не выше. Не надо гасить ее кипятком. И именно микродозы. Были научные исследования, которые абсолютно точно доказали пользу сверхмалых количеств. Соды для организма. Ссылку на это видео я тоже оставлю. Теперь про яблочный уксус. Я советую минут за 5-7 до еды выпивать одну чайную ложку яблочного уксуса, разведенную в одной трети стакана теплой воды. Это улучшит пищеварение, КПД всасывание питательных веществ, а также усилит дезинфицирующие свойства желудка, восстанавливая нормальную кислотность желудочного сока. Гостовский натуральный яблочный уксус тоже у нас есть, как и сода. Ссылки под видео. Помните, что самый вредный продукт для печени – это сахар. Это быстрые углеводы моносахариды, глюкоза, фруктоза, естественно синтетические сахарозы. А при повышенном сахаре рано или поздно будет и повышенный плохой холестерин. Не от жиров будет повышенный холестерин, а именно от сахаров. Ну, про алкоголь я говорить не буду, нарочно, так как это не продукт питания, хотя и продается в магазинах там продуктовых. Как бы кто себя не обманывал, не утешал. Вот посмотрите на ГОСТ 1972 года. Что такое алкоголь? Да что там говорить? 90% бед любого народа, и нашего в том числе, это наличие в обществе и в его, естественно, потреблении этого проклятого зелья. Еще огромный вред для печени наносит белок козеин, поэтому молочные продукты, содержащие концентрат козеина, творог, сыр и так далее, категорически не ешьте. Жиры, например, сливочное масло, не опасно для печени. Напротив. А вот белок козеин очень опасен. Вареные крахмалы также опасны для печени, так как склеивают, по сути, клейстер, крахмал. Вспомните, в советские времена обои клеили клейстером, крахмал кипятили и клеили обои. Белок козеин это тоже прекрасный, столярный, в прошлые времена использовали его клей. И это, по сути, склеивает клетки печени гипотоциты, вызывая фиброзные изменения в тканях, а далее цирроз. Но резистентные крахмалы не опасны. Почему? В чем разница? Вот про это видео у меня тоже есть, оставлю. В своих видео я даю основы биохимии. И буквально пару слов о некоторых факторах, симптомах проблем с печенью. Вот если у вас воспаление суставов, тошнота периодическая, как вы думаете, от голода, а это, конечно, не так, усталость постоянная, зуд кожи, чуть пожелтевшие белки глаз, все это признаки проблем с печенью. Смотрите мои видео все о печени, да, их много, но их можно за день просмотреть. Но зато тогда, особенно если вы законспектируете эти видео, вы будете знать все. И вы буквально просто сами можете себе выписать на бумажку или там напечатать, составить план действий, план мер, процедур, продуктов, то есть меню, чтобы гарантированно печень ваша была здоровой, ну, а значит и весь организм. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил, в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах, приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь. Вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России, у вас наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok